всем привет с вами алексей харьковская область харьковский район украина 7 июня 2021 очень хочется клубники клубника не дешевая вчера смотрел на лотках в районе 65 гривен на это больше двух долларов за килограмм то есть как бы ну не дешево скажем так это во первых во вторых ну качество сами понимаете можно легко и на кислую нарваться почему потому что солнца очень мало постоянно идут дожди постоянно тучи очень большие проблемы клубника вообще очень поздно и черешня у меня валерий чкалов и первая клубника всегда была в конце мая 20-х числах я уже все кушал сейчас черешня вот только-только начинается и еще ни одной штучки даже не съел по клубнике значит вот сорт клыри если это не пересорт у меня есть два куста но почему-то почему-то как бы нет еще клубники все это было высажено в конце августа рассада приехала ко мне в стаканах в прекрасном состоянии перезимовала на этой грядке без укрытия вот под соломой выпадов практически нет по всем сортам вот такие дуги у меня и когда я посадил сверху зеленую защитную сетку накидывал ну неплохо ухаживал земля была здесь удобрена уход смотрите у меня как у хорошего дачника да то есть нету тех огромных количеств препаратов которые используются при промышленном выращивании просто необходимые обработки то есть специально это у меня как экспериментальный участок по земляники садовой которую все клубника называют и здесь я провожу эксперименты для того чтобы выявить для себя в первую очередь самые лучшие сорта размножением пока не занимаюсь продажи не занимаюсь просто сейчас вот экспериментирую что получится значит порадовал альбион я уже сорвал одну огромную ягоду это сорт нейтрального светового дня то есть непрерывное плодоношение утра на это уже 2 ягода идет первую сорвал и с мамой напополам съел первые нейтралы обычно идут как говорят очень невкусные но ягода порадовала она сильно кислой не была ягода дозревшая да то есть вот мы съели клыри который должен быть раньше всех почему-то нет остальные все елизавета купчихи они вот только-только начинают немножечко кабрил очка жду очень видите только-только-только начинать мурана мурана замечательный сорт но его нет вот мы просто нет видите только-только-только что-то там начинает краснеть розоветь но есть один сорт который у меня уже много лет один из первых моих сортов которые я выбрал из-за того что он ультра ранний мало того что он ультра ранний он еще и высоко урожайный и все это мне очень нравится и все кричат что он кислый поверьте мне я в этом году уже съел один из неизвестных май мамыных сортов крупная клубника и она была такая неприятно кислая же просто караул альбу мы во первых мы ее уже кушаем не первый день скажем так огроменный размер как для обычного ухода да есть помельче ягода есть покрупнее и я вам скажу что она понятное дело она не самая будет вкусная есть сорта которые там и земляничные там привкусами и зем клуника купчиха все это понятно чему рату руси будет потом это все понятно но хочется клубники сейчас пораньше когда вот она только на лотках идешь облизываешься так вот сорт альба позволяет вот я даже могу сорвать вот такую ну чуть-чуть еще подождать да даже вот такую ягоду иногда срываю когда очень хочется и она и да кислинка конечно присутствует но она как бы достаточно приятно сорт относительно неприхотливый особо вот ну не болявый я бы не сказал что он там прям сильно болит он достаточно неприхотливый то же самое это было кассетная рассада моя я сам ее сделал очень маленькие саженцы были высаживал их примерно сантиметров может быть 5 они были высоту очень слабенькие зимой было минус 22 прекрасно перезимовала замечательно вот только один саженец выпал по непонятным причинам но он был наверное самый слабенький изначально все все остальное прижилось наращивает прекрасный листовой аппарат и дает достаточно крупную клубнику в основном поэтому ребят я очень доволен и этот сорт вот здесь на грядке меня 20 штук и наверно пока я не опробую клыри и может быть некоторые другие сорта которые кричат что пойдут на замену альбы я от альбы отказываться не буду это очень большое удовольствие кушать свою достаточно в принципе вкусную для такого времени года для такого тяжелого года да ну нет солнца вообще нет дожди она должна быть по идее кислючая кислючая но она не кислючая она замечательная хороший размер очень красивая блестящая ягода долго хранится ягода транспортабельно я знаю мне скажут что ты рассказываешь есть куча там новых современных сортов и так далее но тем не менее все это конечно же есть но почему-то очень-очень-очень многие клубничники сидят на альбе их еще называют альбанцами и на клыри да ну рема не берем там своя другая история и вот я их прекрасно понимаю поэтому альба вот допустим будет у меня 100 кустов да и я думаю что как минимум пока я все не проверю хотя бы 20 кустика вот как на этой грядочке для того чтобы покушать самому родственников угостить и всем очень приятно поверьте потому что не каждый может себе купить за три там два с половиной доллара клубничку поэтому все очень довольны благодарят и у людей в глазах радость это самое главное поэтому если у вас нет альбы и если вы там не очень прям сильно замороченных на каких-то супер мега вкусовых качествах а вам просто хочется клубнички тогда когда ранней ранней продукции своей до которая будет более менее поверьте мне неплохая с с таким с обычным уходом хорошего ответственного дачника то я ребята вам рекомендую очень сильно альбу поэтому кому понравилось поставьте пожалуйста жирный огромный лайк альбе у кого будут вопросы напишите в комментариях и подпишитесь на канал если вы не подписаны на канале в основном про клубнику павловню и естественно самый больше про фундук я фундука вот все фундуком я занимаюсь конечно серьезно более а вот это у меня для тоже для души для удовольствия пока не для коммерции поэтому всем рекомендую всем спасибо огромное всем привет из харькова и всем пока